Всем доброе утро! На календаре 2 октября. Сегодня посмотрим остров Большой Усурийский, а по пути заедем на Красную речку. Это отдаленный район Хабаровска. По просьбе одного из подписчиков просил показать два озера и парк, который там есть. Вот так выглядит Красная речка, отдаленный район Хабаровска. Улица Магаданская. Единственное, что здесь асфальт, только сделали новый. Переход нормальный, пешеходный, с подсветкой. Больше тут ничего не поменялось. Это улица Матезалки. Если не знаете, кто это, то это венгерский писатель, который был в составе военнопленных чехославатского корпуса. и находился в Хабаровском крае. По просьбе подписчика показываю дом Барабинская, дом 6. Смотреть тут особо нечего. Да, все так ужасно, страшно. И здесь должны быть озера. Сейчас подойдем, посмотрим. Это то самое озеро. Но что здесь смотреть, честно говоря, я не знаю. Все в тени, везде грязь, мусор. В общем, место не очень-то благоприятное для отдыха. Хотя при желании здесь можно сделать красоту, то есть подстричь траву, где-то кусты подстричь. Будет интересное место, но пока все грязное, запущенное. Google показывает, что здесь тоже должно быть озеро, но никакого озера нет. Видно, что площадку разравнивают под какой-то объект, какую-нибудь базу очередную построят. И здесь везде кустарники, деревья небольшие. Так что в этой части все равно смотреть нечего. А сейчас мы переместились в парк Березовая роща, в районе Красная речка. Береза здесь есть, но не все деревья, только береза. Да, наверное, самое приятное место здесь на Красной речке. Здесь хоть погулять можно. Год назад здесь был скандал с подрядчиком, с благоустройством, что могли объект вовремя не сдать. Точнее, все равно просрочили сдачу объекта. Но вмешался мэр. Вроде что-то сделали, но плитка все равно кривая. Положено, когда гуляешь, это чувствуется. Ну, что сказать. В целом, вроде и траву даже косят. Не идеально, но вполне, кстати, неплохо сделано. Сквер небольшой или парк. Правильно, парк же называется Березовая роща. Вот и сделали даже такую маленькую сцену. Ну, проблема всех таких объектов, что за ними не ухаживают. Вот, смотрите, полно грязи. Какие-то здесь окурки валяются. Да, надо все равно это как-то содержать, очищать, скажем так. Здесь детская площадка. Вот у кого-то ума хватает еще собак здесь выгуливать. Здесь уже Березовая роща заканчивается. Первый многоквартирный дом расположен. И пока все, тут деревья не высаживали в этой части. Покидаем Красную речку. Едем в сторону острова Большой Уссурийский. Дорогие друзья, сейчас находимся рядом с мостом на остров Большой Уссурийский. Теперь видно берег. Уровень Амура не такой высокий, как раньше. Осенью здесь тоже приятно отдыхать. Тишина, спокойствие, никого нет. Да и рыбаков я особо не вижу. Практически тоже никого нет. Вот эта дорога идет по направлению в приграничную зону. Раньше было очень много планов по поводу развития острова Большой Уссурийский. Для чего и мост, собственно говоря, построили. Чтобы было дорожное сообщение с Китайской Народной Республикой. Но со стороны Китая все подготовлено. С нашей стороны ничего нет. А теперь мы находимся рядом с границей с Китайской Народной Республикой. Отсюда видны пограничные вышки. Китайская пагода, которая считается самой восточной пагодой в Китайской Народной Республике. И здесь должна быть проходить дорога, которая бы соединяла два государства погранпереходы. Но пока что мы видим, это такая грунтовка и никакого погранперехода нет. Китайцы со своей стороны острова Большой Уссурийский развивают. Я обязательно сделаю ссылку на одну из статей с фотоматериалом. Там все подробно расписано, что у них есть. А вот у нас, у нас что есть? У нас только вот такой вот страшный бывший погрангородок. И все. Ну и только природа. В период паводка вся эта территория была затоплена. Только одни кустарники, деревья торчали. И столбы линии электропередач. Оставлю все это без комментариев. Сами видите, в каком все ужасном состоянии. Все это нужно убирать и сносить. Но самое главное, здесь есть флаг и герб. Да, печальное, конечно, место здесь. Месяц назад, в период паводка, когда вода доходила до уровня 6 метров, здесь было все затоплено, было сильное течение, как на горной речке. Вот, ну, сейчас и дорога есть. Тем, кто любит тихий, спокойный отдых, послушать пение птиц, всем советую сюда приезжать, потому что скоро уже птиц не будет, скоро настанут холода. В этом и особенность, наверное, нашей части острова Большого Сурийский, что здесь цивилизации нет, а здесь только одна природа. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели данное видео. Всем советую выбираться куда-нибудь на природу. Пока еще есть время, пока еще листва вся не опала, можно наблюдать такую красоту, слушать пение птиц, ну, и заряжаться позитивной энергией на текущую неделю. Всем пока!